Сегодня премьера второй части Бурата, и мы, как казахстанцы, этот вопрос стороны обойти не можем. Лично я, как казах, живущий за рубежом, испытываю особенные чувства к данному персонажу. С любопытством я смотрю на все эти петиции, заявления от правительства, протесты, хэштеги и даже угрозы в сторону актера, исполняющего роль Бурата. Но что стоит за таким явлением? Почему в современном мире толерантность и взаимоуважение существует такое оскорбление целой страны, целого народа? Садям Жолдас, сегодня мы поговорим про Бурата. Знакомясь почти с каждым вторым иностранцем и произнеся формальные фразы, непременно напарываешь на этот вопрос. What do you think about Бурат? Что ты думаешь про Бурата? Первые 10 раз не знаешь даже, как реагировать. Проходишь через 5 стадий модели Кюблера-Росса. Сначала отрицаешь и говоришь, Бурат показал неправду. Потом злишься в чистоте вопроса. Затем торгуешься. Радуешься, что твою страну хотя бы знает про Бурату. Депрессии у меня не было, но в конце концов наступает принятие. Ну да, говоришь, есть такой фильм и ничего с ним не поделаешь. Расскажу про пару ярких случаев из жизни. Проходила моя знакомая через границу Индонезии с Малайзией. И пограничник, увидев ее паспорт, позвал своего друга. И они вместе начали смеяться над ее паспортом, приговаривая про Бурата. Вторая история. Волонтерил я в одной организации и проживали мы долгое время с группой американцев. И в один день мне задали этот сакральный вопрос про Бурата. Ну, улыбались, объяснял я им, что это неправда, это все выдумки. Саша Коэн вовсе еврей, а не казах. Снимали Румынию, а не Казахстан. Ну, что меня больше всего поразило, американец сказал, «Самое смешное во всем Бурате – это жалкая реакция правительства Казахстана». Правительство начало жаловаться. «Нет, мы не такие, вы все врете!» Американец очень смешно изображал такой жалкий и обиженный голос. Я тогда удивился, что американец знает Казахстан по реакции нашего правительства. И вспомнил целую серию унизительных действий, как наше правительство начало приглашать в гости этого актера, потом возмущаться в разных организациях, писать какие-то ноты протеста. «Если вы не отзовете, мы напишем «Спорт лото».» Давайте немного отступим в сторонку и вспомним историю вопроса. К выходу первого фильма национальное самосознание казахов было на подъеме. Год 2006, до мирового кризиса два года. Нефть продается по бешеным ценам. Народ потихоньку пересаживается с «Жигулей» на «Тойоты», а кое-кто встает на «Лексусы». Выходит фильм «Кочевник». Какой-никакой, а первый казахстанский исторический блокбастер. Казалось, Казахстан нашел свое место в мире и в мировой экономике между российским медведем, шуршутским драконом и американским орлом. Таким образом, год выхода Бурата создавал иллюзию, что Казахстан действительно ждет небывалый расцвет. А тут такая пощечина со стороны запада. Оказалось, первая ласточка унижения. Оно и понятно. Идет становление нации. Но нам нельзя отрицать и сложившихся национальных черт нашего менталитета. Играет свою роль и соседство с Китаем и с Россией, у которых уже культура устаканилась, стала известной всему миру. И мы тут как бы находимся в их тени. Именно отсюда растут корни идиотских новостей. Вроде Чингисхан был казахом, казахи должны гордиться Атилой и множество литературы на эту тему. Как бы проходит мысль, дескать, смотрите, какие мы удалые и хитрые кочевники. Без технологий, а все равно вас, белоручик, на колени поставили. Есть ли подобные явления у других стран? Конечно, есть. Сразу вспоминается обращение диаспоры таджиков с требованием запретить сериал «Наша Раша». Так что сам этот комплекс малого народа – не такое уж уникальное явление. И заметен он только потому, что Казахстан сам очень заметный на фоне других постсоветских стран. Выходит вторая часть. Начали писать какие-то жалкие петиции, возмущаться в социальных сетях, ругаться. Смотрится это так же беспомощно, как первоклассник, жалующийся, что над его ушами смеются старшеклассники. Теперь разберем ситуацию еще глубже. Разберем сам фильм. Что он пытается сказать? Что пытается сказать Саша Барон Куэн? Всю свою жизнь он играет на смешных стереотипах. Тут тебе и туповатый рэпер Али Джи, и инфантильный транссексуал Бруно, и пафосный диктатор с арабских стран, и в конце концов, точнее в начале он был, дорогой наш Бурат. Проживая в Америке, я понимаю, о чем на самом деле этот фильм. Это еще одна игра стереотипов. США – это страна иммигрантов. И многие иммигранты для американцев выглядят странноватыми. Другими словами, Бурат – это такая вариация нашей Раши, где вместо чудаковатых таджиков представляется типичный иммигрант из нонейм страны. Посмотрев сам фильм, многие убедительно доказывают, что на самом деле фильм унижает и издевается над американским обществом. Об этом Ёжик Лисичкин замечательно рассказал в своем ролике. Ну, мы же можем сто раз сказать, что Америка плохая, вот есть расизм, вот они убивают маленьких детей в Афганистане, вот они такие гомофобы. Но это воспринимается всеми как небольшие эксцессы, пятна на солнце, супердержава, что сказать. Тут-то мы и подходим к главному вопросу. Почему Казахстан? В чем провинилась наша страна? Может, у Саши Койна была девушка Казаха, которая его бросила? Или в каком-то баре его побил Казах? Вот он и обозлился на нашу страну. Конечно же нет. Просто ткнули в карту, смотрите, в центре Евразии находится неизвестная никому страна. Почему бы нам ее не выбрать? С таким же успехом могли бы выбрать Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и даже Бурятию. Кстати, узбекам тоже неплохо досталось в этом фильме. А почему выбрали этот регион? Потому что это наша судьба в современном мире. Чурки на краю рынка мы. Тут ты хоть 10 президентов поменяй, все европейские законы установи, как Грузия или на Украине. Все равно мы так и будем получать свои крохи со стола мирового капитализма. Почему? Потому что торт уже поделен. Роли в этом спектакле распределены. Вот у нас есть страны золотого миллиарда, вот у нас есть страны бензоколонки, вот эти страны за кредиты продают золотому миллиарду фрукты, овощи. А вот здесь фабрика мира, они производят нужный нам товар. И тут же скажут мне, да нет, ты что, вот если бы наше правительство взяло и вложило бабки в образование, тогда бы зацвела пышным цветом наша экономика. Взгляните правде в глаза. На Украине и в Беларуси полно головастых парней. Образование это еще на уровне. Но все как один, либо работают в западных фирмах, либо уже эмигрировали в разные майкрософты, за гуглы, за океаном. Для них все мы, Бораты, иммигранты из стран с труднопроизносимыми именами, которые будут обслуживать правящий класс. Я не говорю про личные отношения. Мне, как проживающему в США, никогда не относились плохо. Тут речь идет об экономической политике одной страны к другой стране. И не будет никакого выхода у нас из образа Бората. Не будет. В рамках нынешней системы, конечно. Но правительство этого не понимает. Им это невдомек. И смехотворны эти чиновничьи попытки выйти из образа. Эти заказные статьи в National Geographic с попыткой построить витрину современного Казахстана. Это в то время, когда во многих поселках нет доступа к воде и электричеству. И разные заявления наших лидеров. И попытки поставить какие-то дешевые рекорды. Иногда успешные, но от этого ничего не меняется. Борат сказал правду. Для Запада мы чурки. Я еще раз повторяю. Речь идет не о бытовом национализме, а об экономической сегрегации одной страны другими странами. Единственный путь перестать быть страной Бората – это переименовать страну, да? Шутка. Нет. Дело не в приставках в стран или географическом положении. Дело в экономике. Нам нужно выйти из проклятого капиталистического порядка и строить свой порядок, где все страны равноправны. В первую очередь экономически равноправны. При этом в строе народу не будут присмыкаться перед мировыми банками, а будут способны вести самостоятельную политику. Дело, конечно, сложное, но оно того стоит. Хотя бы ради того, чтобы перестать быть посмешищем перед всем миром. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Там внизу еще донаты можно закидывать. Не стесняемся, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok